Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью, как интимная жизнь уродует супругов. Мы уже не раз говорили о том, что для построения долговременных отношений доверие необходимо не меньше, чем любовь. Наверное, единственный момент, когда восстановить доверие становится максимально трудно – измена. Мы привыкли к тому, что измена чаще всего является прерогативой мужчины, однако женщины нередко идут на этот шаг по разным причинам. Как же поступить, если это крайне неприятное событие произошло в вашей жизни? Давайте попытаемся разобраться. Осознаете ли вы причину измены? В обществе крепко укрепилось мнение насчет того, что партнер, изменивший один раз, будет стремиться искать приключения на стороне и дальше. На самом деле, разовая измена вовсе не подразумевает то, что человек пустится во все тяжкие. Особенно это касается женщин, которым не так просто решится на измену в отношениях, продолжающихся довольно долго. Если вы оказались в такой ситуации, попытайтесь понять для себя, в чем была причина, и собираетесь ли вы повторять эксперимент. Нередко с помощью секса на стороне мы пытаемся решить внутренний конфликт. Здесь важно понять, какие проблемы вы пытались решить таким откровенно некрасивым мероприятием, если же вы понимаете, что ваши проблемы кроются глубоко внутри, обязательно проработайте этот момент со специалистом. Мужчине будет крайне непросто принять этот факт. Фото www.onsplash.com Рассказывать или нет? Считается, что в ситуации, когда вы хотите продолжить отношения, лучше честно во всем признаться. Психологи не согласны. На самом деле, нам кажется, что признание снимет груз вины, сразу станет легче. Здесь важно понимать, что ваше признание может оказать серьезнейшее влияние на вашу вторую половинку, такая душевная травма может стать определяющей для некоторых людей. Если же держать в себе все невыносимо, не стоит делиться такой серьезной тайной с подругой и тем более любимым человеком, обратитесь к специалисту, вместе с которым вы проработаете этот вопрос. Уже после консультации вам будет проще принять решение, говорить или оставить все в тайне. Не перекладывайте вину. Это уже случилось? Раз это произошло, значит, есть определенные проблемы, которые вы, возможно, не хотите признавать. Как говорится, нельзя вылечить человека, который отрицает свою болезнь. В нашем случае нельзя притвориться, что проблемы не существует. Если вы решили рассказать все партнеру, будьте готовы ответить на его вопросы. Ни в коем случае не перекладывайте вину на него, важно принять тот факт, что для измены всегда есть причины, и ваша задача их осознать и проработать. Будьте готовы к срывам. Как вы понимаете, решение признаться в измене может повлечь неконтролируемые приступы истерик и агрессии со стороны партнера. Лишь в редких случаях вторая половинка реакции... Напоминаем? Прочитай статью, как интимная жизнь уродует супругов, по ссылке ниже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...